Здравствуйте, друзья! Сегодня я рад представить вашему вниманию обзор на токарный станок английской фирмы Record Power. Модель станка Coronet Herold. Этот станок я впервые увидел на фестивале столярного дела в апреле 2017 года. Тогда я его просто рассмотрел, он мне понравился внешним видом, формой и жесткой конструкцией. Ну а о покупке, естественно, я тогда не задумывался. Со школьных времен я не стоял за токарным станком и сейчас токарку посягаю, можно сказать, заново. В моем арсенале сейчас есть 6 токарных станков, это начиная от самоделок и маленьких китайских, и заканчивая вот этим станком. Есть у меня Encore, есть Jet, но вот на покупку этого станка я решился не сразу, я созревал полтора года. Взял его я зимой этого года, но на чердаке у меня нет отопления, поэтому он лежал в упаковке еще месяца 2 или 3, и я просто ждал наступления тепла. Потому что когда точишь, сквозняк очень большой, просто руки отмерзали. В результате на станке я работаю где-то с марта месяца этого года и с обзором, естественно, не торопился, потому что нужно было, чтобы сложились мои личные впечатления, которыми я и хочу с вами поделиться. Я расскажу вам о технической части, о каких-то особенностях, обязательно залезем в блок управления, потому что приводу нужно уделить особое внимание. Ну и давайте, наверное, начнем по порядку. Сейчас вы видите станок именно в том виде, в котором он поставляется, за исключением ножек. Ножки я докупал отдельно, о них немножко тоже отдельно расскажу. И, кстати, еще ближе к концу видео расскажу о дополнительной оснастке, которую я докупал еще после. Станок я получил в двух упаковках, в одной была станина и в другой передняя бабка. Двигатель был снят, то есть я его полностью собирал. Но в этом нет ничего сложного и ничего интересного. Стандартно он комплектуется задним центром, это центр вращающийся, и передний центр с четырьмя зубцами. Также есть еще вот такая маленькая планшайба. Планшайба очень хорошая, хорошо сделана, выточена очень точно. Но мне не очень нравится, что она маловато. И на эту планшайбу чаще всего я прикрепляю большой кусок фанеры и потом его обтачиваю. Это вы видели в мастер-классах. Конечно, можно было сразу прикупить и планшайбы покрупнее, но сейчас у меня и острой необходимости в этом не возникает. Гораздо более важен для меня токарный патрон. О нем я тоже расскажу, его я брал сразу вместе со станком. Начнем, пожалуй, с технических характеристик. Первое, что нас интересует, это диаметр заготовки. Максимальный диаметр над станиной 355 миллиметров. Это прямо в притирочку, вот сюда, в плоскости. Если же переднюю бабку повернуть в сторону, то можно обрабатывать и большие детали. Максимальный диаметр 533 миллиметра. Можно, конечно, поставить детали побольше, но там уже может не хватить мощности двигателя, потому что рычаг очень большой и крутящего момента может не хватить. Максимальная длина заготовки между центрами 508 миллиметров. Ход задней бабки ограничен винтом, который закручен на нее снизу. Но этот винт я выкрутил, и за счет этого могу сдвинуть ее чуть-чуть дальше и немножко выиграть еще длины. Но здесь нужно помнить, что заднюю бабку можно сдвинуть совсем чуть-чуть. Свисать она может не больше, чем на четверть длины основания. Если заднюю бабку сдвинуть сильнее, то она просто потеряет жесткость и будет плохо держаться на станине. Полные технические характеристики на этот станок вы можете посмотреть на сайте Москва. Ссылку я приведу в описании к видео. Станина, естественно, литая чугунная. Есть несколько перемычек, поэтому она очень жесткая. Толщина металла здесь около 8 миллиметров. Вообще, конечно, станок мне понравился своим внешним видом. Такие округлые формы. Но он действительно классно смотрится. Наверное, поэтому за него глаз у меня и зацепился. Но при своих небольших размерах это все-таки станок профессионального уровня. Думаю, в обзоре логичнее будет пойти от задней бабки к подручнику и дальше пойдем уже к приводу. Конструкция задней бабки очень простая. Основа это винт с левой резьбой. И на этом винте расположен маховик. Маховик имеет шейку, которая вставлена в корпус. И в эту шейку вставляется еще дополнительная фиксирующая пластина. Поначалу меня смущал вот этот торчащий винт, потому что, казалось бы, если крутить, то этот винт мешается. По факту такая конструкция оказалась очень удобной. Во-первых, крутить можно нормально за кончик ручки. Ручка, к сожалению, не вращается, но это тоже не создает никаких проблем. А может быть, даже еще и лучше. Но когда мы затягиваем, очень удобно обхватить винт пальцами и толкнуть ручку. И вот здесь то, что она не проворачивается, как раз в плюс. Если бы ручка была крутящаяся, то палец, то и дело, соскальзывал бы в одну или в другую сторону. Но если у вас есть токарники с вращающейся ручкой, вы уже поняли, о чем речь. Пиноль задней бабки имеет разметку. И что примечательно, что мне очень нравится, разметка миллиметровая. Дюймов здесь нет. Максимальный ход 65 миллиметров. Но на самом деле он немножко больше. Просто на 65 заканчивается разметка. И если выкрутить ее полностью, то пиноль можно извлечь целиком. Вот так она выглядит. Сверху, естественно, профрезерован паз. Он не дает провернуться пиноли. И через него же производится фиксация вот таким вот простеньким флажком. Такая конструкция является самой простой, но и при этом самой надежной. Единственное, что может вам не понравиться. Пиноль это просто железная болванка. И когда мы убираем ее в нули, внутри просто нет элемента, который выталкивает конус. Нам нужно пользоваться выколоткой. Внутри, естественно, имеется отверстие. И вот так легко мы извлекаем задний центр. Центр тоже имеет немного необычную форму. Но это тоже симпатично. Но самое главное, конечно, что здесь установлен хороший подшипник. И сам конус сделан из хорошего металла. Я как-то попробовал постучать кончиком по твердой стали. И кончик не смялся. А на стали остались вмятины. Крикление задней бабки классическое. Снизу расположена квадратная пластина. Провернуться ей не дают вот эти вот четыре винта. Ну и затягивается она при помощи винта с перекидным флажком. Ну и лично для меня удобно, что закрыта и задняя, и боковая стороны. Поэтому, когда я убираю флажок назад, то есть затягиваю заднюю бабку, у меня ни с боков, ни спереди, ни сзади ничего не торчит. А флажок направлен назад. Далее подручник. Конструкция его классическая. Такая же точно квадратная зажимная шайба. И фиксация производится эксцентриковым валом, который находится внутри корпуса. Фиксируется подручник очень надежно. И чтобы не быть голословным, я скину заднюю бабку. И вот теперь подручник можно снять. Обратите внимание на эксцентриковый вал. Он имеет очень большой диаметр. Поэтому его не изгибает, даже если зажатие происходит по самой середине. Диаметр вала 19,7 миллиметров. Ну, грубо говоря, 20. Гайка здесь самостопорящаяся. И внутри нее установлена пластиковая вставка. Один раз отрегулировали и забыли. Подручник очень легко ходит вперед-назад. Поворачивается в любую сторону. И при желании его можно развернуть даже в противоположную сторону, если вам приходится работать с обратной стороны от станка. И, соответственно, зажатие происходит либо в одну сторону, либо в другую. Но есть такая особенность. При зажатии в обратную сторону вам может мешать флажок. И его при желании можно установить в другое отверстие. Также вы, наверное, уже обратили внимание, что основание подручника не симметричное. И это огромный плюс. При точении каких-то сложных форм, типа ваз или, может быть, тарелок, как я показывал в мастер-классах, подручник, а точнее его основание, как бы обходит деталь. И сам подручник, вот эта часть, на которую опирается резец, можно поставить в любое место. Для этого практически не требуется никаких телодвижений. Просто выставили в нужное положение, задали угол и спокойно точите. Ну и сам подручник. Это Т-образная литая конструкция. Естественно, она проточная на станке. И диаметр стержня 25 миллиметров. Это как раз один из признаков профессиональных токарных станков, потому что такой стержень выдерживает большие нагрузки. Если взять любительские станки, то диаметр может быть 20 и даже 16 миллиметров. И, естественно, жесткость такого подручника намного меньше, чем у профессионального. Да, еще забыл сказать. Флажок можно переставлять в боковые отверстия в нескольких случаях. Во-первых, когда нам нужно фиксировать противоположную сторону в каких-то особых случаях. Но чаще всего это бывает нужно, когда мы точим сложные формы, и нужно подручник установить внутрь какого-то пространства, например, внутрь чаши. И торчащий вбок флажок нам, естественно, будет мешать. Он может задевать за стенку. Вот тогда мы и переставляем его в боковое отверстие. Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, но мы очень сильно выигрываем в удобстве. И сразу расскажу еще об одном дополнении к подручнику. Это OutRigger, то есть выносная консоль. Фактически это промежуточное плечо. Оно нужно для удлинения основания подручника. То есть это просто промежуточное звено. Такая конструкция уже является более маневренной, и уже с таким подручником можно точить вообще любые формы. Но есть и минусы. Они не очевидные, но о них нужно помнить. Чем больше рычаг, то есть чем больше длина подручника, тем меньше его жесткость. И, соответственно, большое количество материала снимать вы уже не сможете. Но легонько точить аккуратно вполне возможно. И он действительно очень сильно выручает при точении больших крупных изделий, особенно с поворотом передней бабки. OutRigger я брал, естественно, не сразу вместе со станком. Его необходимость я ощутил только тогда, когда принялся точить большие тарелки. Ну и, наконец-то, передняя бабка. Сначала механика. Корпус очень массивный, основание квадратное. И основание может вращаться на 360 градусов. Крепление здесь, естественно, эксцентриковое. Эксцентрик выходит на заднюю сторону. Диаметр тоже 20 миллиметров. И здесь есть два отверстия, в которые вставляется выколотка. И она же является рычагом. У меня винт отрегулирован так, что мне требуется совсем небольшой ход для того, чтобы ослабить переднюю бабку. Здесь буквально 30 градусов. И здесь же, в этом отверстии, я и храню выколотку. Она у меня не теряется и не выпадает. Итак, ослабляю эксцентрик. И вот теперь переднюю бабку можно повернуть в одну или в другую сторону. Здесь есть как фиксированные положения, так же можно оставить ее и в промежуточном. Фиксация здесь производится шариком. И крутить удобнее всего за двигатель. 30 градусов. 45. 90. Следующий угол еще 45. И дальше опять 90. А точнее 180. Ну и фактически переднюю бабку я могу крутить в любое положение. По фиксированным углам переднюю бабку я зажимаю очень редко. Чаще всего деталь диктует какие-то другие промежуточные положения. Но здесь нет никаких сложностей. Зажали эксцентрик, и передняя бабка стоит как вкопанная. Ведущий центр здесь непримечательный, как и в любом токарнике. Его я сразу извлеку. Делается тоже выколоткой. Отверстие в шпинделе это конус Морзен номер 2. И забыл сказать, такой же точный МК-2 в задней бабке. Посадочная резьба М33 на 3,5. То есть сюда можно установить абсолютно любой профессиональный токарный патрон. Ну конечно же за исключением тех, у которых посадка дюйм. Патроны становятся очень четко, потому что помимо резьбы есть еще посадочная шейка. Патрон я докупал сразу со станком, и чуть попозже покажу его установку. Сзади есть маховичок, за который мы вращаем шпиндель. В маховичке также есть отверстие, куда мы вставляем выколотку. Но это в том случае, если нам нужно затянуть патрон. Хотя здесь есть небольшой минус. Изначально маховичок идет в снятом виде, и мы его накручиваем. Здесь резьба левая. И вот в этом как раз есть небольшой минус, который мне лично не нравится. Из-за того, что здесь левая резьба, при накручивании патрона мы стараемся дотянуть, но при этом этот маховичок откручивается. Это конечно не критично, и просто нужно посадить его на фиксатор резьбы. Я пока еще этого не сделал, но это лишь моя оплошность. Точнее не оплошность, это моя лень. На корпусе есть окошечко, в котором при повороте мы видим цифры. Это делительный механизм на 24 положения. И здесь же находится вот такой пятачок, сдвигая который мы блокируем шпиндель. Делительная головка это штатная функция, ей никого не удивишь. Но она существенно расширяет возможности станка. На него можно установить специальную каретку и фрезеровать каннелюры на точенных изделиях. Этот станок трехскоростной, и скорости переключаются перекидыванием ремня. Это мы сейчас сразу и рассмотрим. На корпусе есть крышка, и фиксируется она одним винтом. Вот этот винт мне не нравится. Я специально не стал торопиться, и покажу как я решаю эту ситуацию. То есть винт я выкручиваю, ну не выбрасываю, откладываю в сторону. А сюда закручу, вот такой вот винт с накаткой. Резьба классическая М5, поэтому подобрать винт не составляет труда. Зато мне для того, чтобы открыть крышку, не требуется лезть за отверткой. Винт нужно слегка ослабить, и теперь эта дверка открывается. Здесь мы видим два трехступенчатых шкива. Вот венец делительной головки, сделан он очень добротно. Наружная сторона проточенная, ну а все поверхности это литье под давлением, поэтому здесь нет никакого облоя или литников. Приводной ремень поликлиновой пятиручьевой. Он очень мягкий, и именно это позволяет сделать переднюю бабку очень компактную, потому что эти ремни очень хорошо гнутся. Они позволяют перекидывать их через шкивы очень малого диаметра. Двигатель подвешен на серьге и фиксируется дополнительно флажком. Отпускаем флажок, и двигатель можно поднять. И вот теперь можно перекидывать ремень. Сначала перекидываем на верхнем шкиве, потом на нижнем. Опускаем и удостоверяемся, что ремень попал на свои ручьи. Вот теперь даем совсем небольшую натяжку, и флажок затягиваем. Я верну ремень на первую, самую низкую передачу, потому что сейчас как раз точу большие изделия. Чем больше диаметр, тем меньше должна быть передача. Шкив внутри полый, и корпус входит внутрь этого шкива. То есть расстояние между подшипниками составляет по наружной части около 70 мм. Это довольно большое расстояние, его хватает для того, чтобы шпиндель стоял жестко. Он, естественно, двухопорный. Сразу хочу заострить внимание вот на чем. Для того, чтобы закручивать патрон, нужно обязательно пользоваться вот этим муховиком и отверстием в нем. Но не забываем, что этот муховичок надо посадить на фиксатор резьбы. При затягивании для фиксации шпинделя нельзя использовать вот этот вот зубчатый венец делительной головки. Эти шлицы можно просто повредить. Сломать вы их не сломаете, но вы их помнете, и позиционирование нарушится. И по поводу этого пятачка. Шток пятачка имеет полукруглую форму, и поэтому, если вы при вращающемся двигателе столкнете пятачок, он не будет успевать заскакивать внутрь этих пазов. То есть вы услышите треск и сразу сообразите, что нужно вернуть его на место. У меня таких ситуаций не было, но такая конструкция лично для меня непривычна. Хотя, с другой стороны, я пока еще на этом станке ни разу не пользовался вот этим делительным механизмом. И еще, на тот случай, если флажок у вас все-таки зафиксировал делительную головку, и вы пытаетесь запустить двигатель, у вас сработает защита. И вот, думаю, теперь самое время перейти к рассмотрению блока управления и двигателя. Я уже сказал в начале ролика, что не торопился с обзором этого станка, именно по той причине, что мне нужно было понять, что же он из себя представляет, и насколько он хорош. Станок действительно хороший, и можно сказать, что я заново влюбился в токарку. Ну, а теперь все-таки перейдем к электрической части. Привод – это коллекторный двигатель постоянного тока. Щетки в открытом доступе. Поначалу я думал, что это серво-двигатель, то есть это двигатель с таходатчиком или с датчиком положения. На самом деле нет. Из этого двигателя выходят всего три провода внутрь блока управления. Здесь установлен двигатель мощностью 1 кВт с КПД 75%. 750 Вт выходной мощности – это очень хороший показатель, именно он выводит станок в разряд профессиональных. Коллекторные двигатели по сравнению с асинхрониками даже при использовании частотных преобразователей позволяют намного лучше поддерживать крутящий момент. Да и вообще крутящий момент коллекторных двигателей при том же диаметре в несколько раз выше, чем у асинхроников. К тому же асинхроники управляются только частотными преобразователями, а частотный преобразователь позволяет изменять скорость в очень малых пределах. Как правило, это плюс-минус 30% от номинала. Коллекторные же двигатели могут управляться практически от нуля и до максимума. И еще такая особенность. Обычно коллекторные двигатели очень шумные, но не в этом случае. Здесь двигатель, во-первых, имеет полностью закрытую конструкцию. Второй момент – это охлаждение, которое вынесено на заднюю часть. То есть охлаждение здесь примерно такое же, как у асинхронников. Под крышкой находится крыльчатка, через заднее отверстие воздух засасывается и выбрасывается вдоль корпуса. Сейчас я включу станок, и вы сами послушаете, насколько он тихий. Сеть подключается, как на блоке питания компьютера, при помощи вот такого кабеля. Ну и в комплект входит еще вот такой блочок. Я долго не мог понять, что это такое. Оказалось, это сетевой фильтр, для того, чтобы станок не давал помех в сеть. По порядочку. Здесь расположен предохранитель, его выбьет, если двигатель перегрузится. Это кнопка включения. Кнопка герметичная, вокруг она имеет резиновую гофру. И здесь же кнопка экстренной остановки. При нажатии кнопка размыкает цепь питания, то есть отключает полностью питание от схемы. Чтобы вернуть ее в нормальное положение, нужно повернуть. И теперь станок можно заново включать. У остановки при помощи кнопки и при помощи электроники есть огромная разница, и о ней я обязательно расскажу. Здесь расположен светодиодный индикатор, он показывает обороты двигателя. Естественно, кнопка включения-выключения, кнопка выбора положения ремня на шкивах, и кнопка реверса. Ну и последнее, это регулировка частоты вращения шпинделя. Еще раз напомню, что здесь применяется не серводвигатель, а обычный двигатель постоянного тока. Просто двигатель очень хороший. И контроль за оборотами осуществляется по протекающему через него току, по вольтамперной характеристике. Ну и давайте сразу заглянем внутрь. Уверен, это будет интересно, и такого вам никто нигде больше не покажет. Под крышкой находится плата индикации. В первую очередь она управляет светодиодным индикатором. При помощи кнопок через эту плату мы управляем материнской платой. И вот так выглядит материнская плата. Для токарного станка материнка имеет очень сложную схемотехнику. Здесь расположен импульсный блок питания, и фактически он преобразует переменное напряжение 220 в постоянное. Слева в фольге расположены ферритовые кольца. Это защита от импульсных помех от щеток. Здесь же рядом располагается электромагнитная защита. Это реле. Это электроника с откликом. И нужна она для поддержания оборотов под нагрузкой. Электроника регулирует выходное напряжение на двигатель. Чем больше нагрузка, тем больше напряжение. И соответственно больше крутящий момент. Уже в первые часы работы на этом станке я ощутил, как хорошо поддерживаются обороты. И у меня сначала была мысль, что здесь установлен серводвигатель. То есть это двигатель с обратной связью, с датчиком оборотов. По факту нет. Здесь электроника отслеживает вольтамперную характеристику, протекающие токи. И соответственно за счет этого поддерживает обороты. При увеличении нагрузки на двигатель возрастают токи через него протекающие. И соответственно схема добавляет необходимое напряжение. Эти изменения схема отслеживает очень четко. И обороты четко поддерживаются на заданном уровне. Конечно, если дать запредельную нагрузку, обороты чуть-чуть снижаются. Но в очень незначительных пределах. В общем, разработчикам надо отдать должное. К разработке они подошли очень серьезно. Ну а теперь включаем станок. Раздался звуковой сигнал, станок включился. И индикатор отображает уже какие-то обороты. Это обороты косвенные. Этих оборотов двигатель достигнет после включения и разгона. После эти обороты будут поддерживаться на одном и том же уровне. Если мы резко снижаем скорость вращения, или наоборот увеличиваем, то обороты падают очень медленно. Гораздо медленнее, чем отображает индикатор. Сейчас все покажу. Количество оборотов здесь индицируется косвенно. И оно пересчитывается, как на калькуляторе, относительно передаточного отношения ременной передачи. Нажимая кнопку Belt Ratio, мы переключаем первую, вторую или третью передачу. Но это нужно только лишь для отображения и для косвенного восприятия. То есть сначала мы переставляем ремень, например, во второе положение, и устанавливаем вторую позицию. Это просто включается другой экипциент, не более того. На минимальных оборотах двигатель работает абсолютно бесшумно. Я сейчас разговариваю, двигатель вращается. Я пытаюсь его остановить, но у меня, естественно, ничего не получается. У меня начинают гореть руки. Давайте увеличим скорость до максимума. На первой передаче минимальные обороты 95 оборотов в минуту. И на максимуме это у нас 1055. Двигатель работает очень тихо и можете сравнить с громкостью моего голоса. Я говорю точно так же, как и до этого. Ни громче, ни тише. Шум сейчас издает только крыльчатка и ременная передача. Подшипники, естественно, работают бесшумно. Теперь я резко уменьшу обороты двигателя в ноль. Ну, не в ноль, а в минимум. Обороты падают очень-очень-очень плавно. И устанавливаются опять на 95 оборотов в минуту. Очень важный момент – это остановка двигателя. И наиболее показательно он выглядит на максимальных оборотах. Для этого мне сейчас еще понадобится деревянный брусок. Ставлю максимальные обороты. Сейчас двигатель разгонится. Я нажму стоп и попробую остановить его деревяшкой. Ну, деревяшка немножко протерлась. Суть в том, что остановка двигателя происходит не по инерции. Просто пропало питание, и двигатель некоторое время вращается. Электроника продолжает выдавать напряжение на двигатель. И эта характеристика плавно спадающая. То есть крутящий момент еще некоторое время поддерживается. Только он становится меньше-меньше-меньше, пока не достигнет нуля. Только после этого происходит остановка. Это очень важно, особенно при работе с крупными деталями. Собственно говоря, нужно это для того, чтобы патрон, если вы забыли зафиксировать, случайно не скрутился, и деталь вместе с патроном не укатилась. И теперь для сравнения посмотрим, как останавливается двигатель при выключении в аварийном режиме. Я его мгновенно остановил. Так что, как видите, инерции здесь никакой нет. И если что-то экстренное приключилось, кнопка вырубает станок, и деталь останавливается практически мгновенно. Ну и хоть немножко поздновато рассмотрим пределы регулировки частоты вращения. На первой передаче минимальная 95, и максимальная 1055. При втором положении ремня минимум 140, максимальная 1868, ну 1900. И в третьем положении минимальная 290, и максимальная 3890. Еще одна очень полезная функция – это реверс. Включается он дополнительной кнопкой. Эта кнопка имеет своеобразную защиту. Если ее случайно нажать, ничего не происходит. И реверс не включается. Реверс нужно включать принудительно. Делать это нужно сознательно. То есть кнопку нужно нажать и немножко подержать. Моргает индикатор. Раздался звуковой сигнал. Светодиод загорелся. А теперь включаю. И шпиндель вращается в обратную сторону. Но если я выключаю станок, реверс сбрасывается. То есть его каждый раз нужно включать. Эта функция бывает нужна очень редко. Ну, чаще всего она используется при шлифовке. Я ее использую в тех случаях, когда у меня большая чаша. И подручник я ставлю на дальнюю сторону. То есть я точу классическим способом, стоя с той же стороны, где и обычно. Только обтачиваю не ближнюю, а дальнюю сторону. Ну и как я и обещал, покажу, как работает защита. В том случае, если вдруг вы случайно вот этот пятачок сбили, шпиндель у вас не вращается. При попытке запустить станок, что произойдет? Двигатель не вращается, но ничего сверхъестественного не происходит. Вы просто видите, что станок не запустился. Если же вы зазевались и сразу не поняли, что шпиндель заблокирован, то станок просто уйдет в защиту. Раздается звуковой сигнал, и двигатель отключается. Но для повторного запуска нужно станок выключить и вновь включить. То есть он не самовосстанавливается. Сработала защита. Индикатор показывает ошибку E04, и раздается звуковой сигнал. Система не самовосстанавливающаяся, поэтому станок нужно выключить, и потом заново включить. Индикатор погас, можно заново включать. Все прекрасно работает. Что тут еще добавить? Все продумано до мелочей. Ну и, пожалуй, поделюсь некоторыми соображениями и впечатлениями. Станок у меня в работе полгода, и впечатления у меня о нем только самые положительные. Производитель его позиционирует как станок, который годится как для правшей, так и для левшей. Лично для меня формулировка левшая или правшая не имеет особого значения, потому что, допустим, когда я точу какую-то большую тарелку или блюдо, я поворачиваю переднюю бабку под некоторым углом и стою все время на одном и том же месте. Но в зависимости от того, какой участок я обрабатываю, внутреннюю поверхность ближе к центру или ближе к периферии или наружнюю, я могу держать резец или так, или эдак. То есть, лично для меня разницы нет. То, что станок мощный, надежный и очень качественно сделан, имеет высокий крутящий момент, это, конечно, все очень хорошо, но один из ключевых моментов это то, что станок очень тихий. Внизу у меня жилые комнаты, работаю я на чердаке и приходится иногда работать допоздна. То, как работает станок, вообще в комнате не слышно. Я могу пилить электролобзиком или даже работать циркуляркой, которая сама по себе очень тихая, но в комнате это все слышно. Станок не слышно вообще. Когда я заказывал станок, у меня были сомнения по поводу ножек. Заказывать их или сделать тумбу, но решился все-таки взять ножки, потому что это более легкий и компактный вариант. Плюс тумбу еще надо делать. По картинкам ничего не понятно, но когда ножки приехали, я посмотрел, они действительно очень хорошо сделаны. Вот здесь вот крепление, это металл-шестерка, здесь болты, по-моему, М8, и сама ножка имеет овальное сечение, сделана тоже из очень толстого металла. Внизу на ножках, естественно, имеются пятки, есть даже отверстия для того, чтобы ножки прикрутить к полу, но по факту я бы не рекомендовал вам этого делать, потому что когда вы ставите большую заготовку, если станок у вас пополз, значит что-то не так. А когда ножки прикручены, вы можете просто не заметить, и заготовка может выскочить. Ножка, видите, у меня сейчас не стоит на полу, потому что здесь резиновые вставки. Это, конечно, большой плюс, то что вибрация, даже минимальная вибрация, она не передается на пол, и вот за счет этого внизу вообще ничего не слышно. Но есть небольшой минус, что это все-таки резина, и она эластичная. То есть при большом дисбалансе заготовки станок немножко пошатывается. Это не плохой пол, не плохой станок, это просто свойство резины. Также, думаю, вам будет интересно посмотреть, как сделано литье изнутри. Везде сделаны мощные приливы, ребра жесткости, толщину металла, думаю, сейчас хорошо видно. Поперечные ребра, их раз, два, три, четыре штуки промежуточных, то есть станина очень жесткая. Дополнительно еще вот в этом месте есть косынки усиливающие. И вдоль основного паза есть еще один бортик, еще одно ребро жесткости. То есть вообще станина просто идеальная. И вот так выглядит торец станины. Здесь четыре отверстия. Крест-накрест это просто отверстие, а вот здесь вот отверстие с резьбой М10. Точно такую же станину можно прикрутить еще сюда торец-торец, то есть сделать удлинение. Отверстие сделано именно так, по той причине, что когда мы сюда стыкуем точно такую же ответную часть, у нас напротив простого отверстия получается резьбовое, здесь и здесь, а здесь напротив резьбового гладкое отверстие. То есть два болта мы закручиваем изнутри этой станины в соответствующую часть, и два болта навстречу. То есть вот так вот по диагонали крест-накрест. Площадь стыка здесь очень большая, и соединение будет очень надежным. Конструкция останется жесткой. И небольшой лайфхак. Если вы пристыковываете сюда вторую станину, их нужно выравнивать друг между другом. Для этого нужно поставить на стык заднюю бабку и просто зажать ее. Задняя бабка своими креплениями сразу спозиционирует верхнюю плоскость, и останется только дотянуть винты. Делается это изнутри станины. Кстати, с удлинителем станины вышел прямо буквально анекдот из жизни. Я еще на станок дозаказывал кое-какие железки, аутриггер, кулачки для патрона и еще кое-что. И мне продавцы предлагали, возьми ты сразу расширитель, возьми вот этот удлинитель, он тебе пригодится. Вот рано или поздно, не сегодня-завтра, ты им воспользуешься. Ну, я глянул, все-таки он стоит денег, и решил просто и сэкономить. Думаю, ну сегодня-то не нужен, ну и ладно. В результате что получается? Приезжают мои железки, я радостно все раскладываю, примеряю к станку, и на следующий день мне поступает заказ. Нужно выточить ножки на табуретке строго по определенному размеру, и с торцов должны быть отверстия для того, чтобы напяливать эти ножки на металлические штыри. Ну, я радостно и думаю, сейчас я в заднюю бабку поставлю сверло с конусом Морзе, и все будет хорошо. Ножка-то вмещается, еще есть запас. Оказалось, что сверло слишком длинное, и оно больше того запаса, который оставался от задней бабки до заготовки. И в результате что? Я сел в лужу. Не, я, конечно, выкрутился и выточил эти ножки, но сверлить на станке мне уже было проблематично. Пришлось выкручиваться другими способами. Естественно, я сам себя обматерил, ну а что делать? Выкрутился, и ладно. Но все-таки расширитель однозначно буду заказывать, и, скорее всего, к зиме все-таки он ко мне приедет. Однако, отложим лирические рассуждения, и покажу еще дополнение к этому станку. Ну, прежде всего, это патрон, кулачки и всякие другие железки. Первое, это патрон. Его я брал, естественно, сразу с токарным станком, потому что он реально очень нужен. Вот сам патрон, но сейчас у меня установлены на него кулачки максимально большого диаметра. И выглядит это примерно вот так. Патрон, естественно, четырехкулачковый, и для его зажима есть специальный ключ. Он цепляется за выемки, точнее, за отверстие, и таким образом мы затягиваем. Естественно, закручивание фиксирующего винта есть шестигранный ключик, ну и основной ключ, при помощи которого мы затягиваем или раскручиваем патрон. Ключ обычный шестигранник с шариком на конце. То есть, в принципе, крутить можно и немножко под наклоном. Патрон идет вот в таком вот чемоданчике. В принципе, чемоданчик, он как бы копеечный, но с другой стороны, вроде бы, как это показатель, что производитель заботится о покупателе. И здесь еще в комплекте к патрону, это же не просто патрон. Здесь еще есть специальная планшайба, которая позволяет крепить детали, снимать их и ставить на патрон несколько раз. Есть специальные кулачки для работы с этой планшайбой. Это я, наверное, лучше покажу в отдельном видеоролике. И есть еще вот такой вот центрирующий резьбовой штифт. Он тоже вставляется в патрон и на него просто накручивается деталь. Ну и, естественно, там куча шестигранников, куча винтиков для того, чтобы крепить кулачки. И по поводу вот этих больших кулачков. Вы, наверное, уже не раз видели и у меня, и у Александра Борисовича Перикова. Собственно говоря, я у него насмотрелся, позавидовал и все-таки приобрел такие. Здесь есть как квадратные кулачки, они имеют разные поверхности. Выпуклые, вогнутые, радиуса немножко разные. И вот тут почти плоская поверхность. Для того, чтобы можно было зажимать как снаружи, так и изнутри. И также зажимать изделия различной формы. Чем меньше радиус, тем больше кривизна должна быть. Думаю, это понятно. Ну, и еще в отдельных случаях могут применяться вот такие вот цилиндрические штифты. В принципе, это то же самое. Это какой-то мягкий пластик, но фиксирует он деталь очень надежно. Ну, а пока я ждал вот эти кулачки. Вы, наверное, помните, я точил вот на этой импровизированной фанерной планшайбе. Прикручивал ее к родной. А вместо кулачков вот этих вот использовал вот такие вот фанерные клинышки. Такие кулачки небольшие. Естественно, эти большие кулачки можно снять и вместо них поставить другие комплекты. Вот, например, комплект кулачков. Это, по-моему, 100-миллиметровые. Наружная и внутренняя сторона у них конусные. То есть можно зажимать деталь как снаружи, так и изнутри. И еще один комплект кулачков имеет снаружи обратный конус. А вот изнутри вот такие вот зубцы. Это нужно для того, чтобы зажимать сюда непонятные формы, непонятного размера цилиндрические детали. Просто эти зубцы легче впиваются и лучше удерживает деталь. Кстати, в работе я их тоже показывал, когда делал подставку для керамического горшка. Ну и, пожалуй, последнее, что я вам покажу, это три резца. Это набор, но я честно скажу, я их не покупал. Это подарок от компании Москлад, где я брал этот станок и всю комплектующую. Это у нас резец для точения чаш, отрезной резец и, естественно, цикли, так называемый ноготок. Естественно, вот этот резец я уже перетачивал, отрезной был уже нормальный. Но, значит, что могу сказать. Сравнивал я их с нариксами, с нариксами, с белыми ручками и с красными ручками. Резцы сделаны из гораздо, скажем, более стойкой стали. Они держат заточку намного дольше, намного лучше. Но единственное, у меня немного непривычна форма. Если сравнивать с другими резцами, очень важна толщина крыльев и толщина вот этого обушка, донышка. Здесь донышко имеет меньшую толщину, чем крылья. Лично для меня, ну, просто непривычно и не привык я ими работать. Поэтому вот этот резец я буду перетачивать под другую форму. Я люблю работать, когда заточка сделана подлиннее, как там она называется, я не помню. Дмитрий Пушин рассказывал. Но вот здесь мне нужна не плоскость, а крылья будут немножко завалены. Я чуть-чуть попозже покажу, для чего я буду делать именно так и в чем будет преимущество именно такого способа заточки. Но этому, конечно, я посвящу отдельное видео. Ну, а за такой подарок компании Москлад я, естественно, хочу сказать огромное спасибо. Резцы очень достойные, прямо от души благодарен. Вот на этом, пожалуй, наш обзор и закончен. Извиняюсь, что он был слишком долгий, может быть, нудный, с лирическими отступлениями. Но зато я постарался показать вам максимум того, что можно показать в этом станке и поделиться своими впечатлениями. Если у вас остаются вопросы, вы можете писать мне их в обсуждении к видео или, например, в соцсетях. Ссылки есть в описании. И также в обсуждении к видео вы можете написать. Может быть, вы уже какой-то инструмент у меня видели, а обзора на него пока нет. И напишите, я обзор обязательно сделаю. Вот на этом на сегодня все. И до новых встреч. Продолжение следует...